Привет, друзья! Свафим Фэшн Концерт, меня зовут Влад Суптин, и сегодня мы на юбилейном вечере у группы, которая сформировала вокруг себя целую субкультуру. Вокруг них постоянно богемные поэты, роскошные женщины и модельеры, легенды московского рок-декаданса, группа бостонская Чаепития. Дорогие друзья, мы невероятно счастливы, что вы пришли сегодня разделить с нами этот вечер. Девочки, аромат желчин, быть жестоким не разреши, и я ныряю тайних, тайных кошачьих врачков. Бабки, гостиницы, аэропорт, кто к следующей повезет, мой курорт, но это сегодня мы не обойдем с ужасом. В твоих глазах ускалится ночь, в твоих глазах рождается день, никогда ты не прячешь лифт под покров полумазки. Друзья, Олег Сокмаров, легендарный рок-музыкант, музыковед, журналист. Участник культовых групп «Наутилус Пампилус Аквариум». Добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас видеть на этом замечательном мероприятии. Взаимно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем отличается группа бостонская Чаепития в мире искусства и вообще на сцене рок-музыки? На мой взгляд, бостонская Чаепития – это не просто рок-группа, это миф, который в рок-н-ролле должен быть. Была группа Velvet Underground, бостонская Чаепития продвигает идею бархатного подполья. Бостонская Чаепития – это не просто музыка, это мода, это стиль, это декаданс, это образ жизни, это, прежде всего, тонкость мира ощущения, тонкость и красота мира ощущения, который, в общем, во многом потерян современным рок-н-роллом и поп-музыкой. Вот. Группа бостонская Чаепития, я бы сказал, объединение творческое, оно одни из немногих, кто по-настоящему гламурны в старом смысле этого слова. В смысле красоты, в смысле стильности, в смысле тонкости, в смысле рыцарского отношения к женщине и женщине к мужчине. Бостонская Чаепития – это красиво. Друзья, Ляля Бежецкая – первая танцовщица, первая танцовщица бурлеска в России за всю его историю, основатель театра «Бурлеск-миниатюр» «Шкатулка». Добрый вечер. Добрый вечер. Буквально пару слов о знакомстве с группой бостонская Чаепития, о вашем знакомстве. Ну, для меня есть три отдельных явления. Для меня есть такое явление, как Владимир Преображенский, который ведет декадентский образ жизни, носит бархатные биджаки и цилиндры, и при этом он совершенно не чудак и не городской сумасшедший, это просто такой интересный человек. Отдельно для меня стоит бостонская Чаепития и музыка. Одно время я даже очень увлекалась, слушала их пластинки постоянно. Отдельно есть такое направление, как «Бархатное подполье», это целый фестиваль, где даже сам Преображенский и его бостонская Чаепития занимают лишь какую-то десятую часть вообще всего, что происходит. То есть для меня это все совершенно разное явление, и к каждому из них я отношусь отдельно, и, наверное, больше всего этого мне нравится сам Владимир Преображенский. Я, в принципе, люблю личность в искусстве, поэтому мне он интересен как личность в искусстве. Можете поздравить группу? Дорогой бостонская Чаепития, не только тебе сегодня исполняется 10 лет. У меня в этом году тоже 10 лет с того дня, как я начала заниматься бурлеском в России. Поэтому мы с тобой в чем-то ровесники. И это делает нашу дружбу еще крепче. Поэтому от души поздравляю. Дарю в подарок свой номер, который уже исполнилось сегодня на сцене. Надеюсь, что он пришел себе по душе. И надеюсь на долгие годы дружбы. Надеюсь, однажды мы будем вместе отмечать не десятилетие, а 25-летие. Некую такую серебряную свадьбу нашего творчества в России. Вообще мне очень нравится, как ты живешь и работаешь, дорогая группа Бостонской Чаепитии. Название твое нравится. Твой лидер очень мне нравится. Твоя скрипачка, очень необычная девушка. И вообще вы очень все классные. С днем рождения! На встречу весне, в мерной клинике сегодня во сне, мой нарисованный мир. Лидер группы Оргия Праведников. Добрый вечер! Добрый вечер! Скажите, ваше впечатление от сегодняшнего вечера и оправдались ли ожиданиям? Ну, вы знаете, мы люди профессиональные. У нас особенно с ожиданиями-то никогда ничего не ждем. Если что-то происходит хорошо, то слава тебе, Господи. Поэтому я с Володей Преображенским, слава Богу, знакомим, мне страшно сказать, сколько лет. То есть я-то еще был совсем щегол, а он был совсем мелкий. И мы выступали по каким-то гадюшникам, по маленьким клубикам. И, соответственно, когда от Володи поступило предложение выступить на юбилей его группы, не, ну, как я мог сказать, я, конечно, с большим удовольствием пришел. Вот тогда еще была такая группа «Нафь», в которой играл как раз Вова Преображенский вместе с Ромой Шеблиным. Вот человек тоже еще до сих пор выступает, хотя и редко, к сожалению. Вот, это такая была смешная, веселая компания. Все это крутилось вокруг клуба «ЮТУ». А потом в результате каждый пошел своей дорогой, и фактически каждый создал свою субкультуру. Это касается и группы Оргия Праведников, и Володи с его бостонским чаепитиям. А что пожелаете группе «Бостонское чаепитие»? А им нечего желать, им нужно развиваться, как бы... Все выше и выше и выше, стремить полет птиц, играть все лучше, все чище, все... Потому что мне есть чем сравнивать. Я помню «Бостонское чаепитие» много лет назад, и вижу сейчас, это, конечно, небо и земля. Вот, все звучит намного сбито, более сбито, грамотно, чисто. Хороший звук, прекрасный музыкант, с фонисткой потрясла. Замечательная игра, девочка. Басист держит на себе в саунд-группу, очень хорошая. Так что молодцы, Вовка поет замечательно. Спасибо, Сергей Калугин, лидер... Вот все, что я могу пожелать группе «Бостонское чаепитие», следующий альбом записать на джаз-студию. Это студия группы «Оргия праведников». Вот это, вот это я ему желаю от всего сердца. Спасибо, спасибо. Сергей Калугин, лидер группы «Оргия праведников». Сегодня на сцену вышла «Оргия праведников». Пришла супергруппа. Вы такого еще не было, я думаю, что больше нигде не услышите. И те, кто не пришел на сегодняшний концерт, пусть с полным правом чувствуют себя полными идиотами. Вот, потому что сегодня... Худыми идиотами. Вадима Ермолова. Собственно, рок-легенды. Алексей Могилевский. Наутилус-Пампилиус. Самый лучший и узнаваемый стаксофон, в общем-то, страны. И легендарный музыкант, участник... Опять же, Наутилус-Пампилиус с аквариумом. Олег Сокмаров. Получился сегодня невероятный состав. Поэтому это все подпитало наше шоу невероятной энергетикой. Не говоря уж про замечательных девушек, которых вы видели. Фестиваль «Бархатное подполье», основателем которого вы являетесь, вы не могли бы рассказать для наших подписчиков подробнее о этом фестивале? Как там оказаться? Как стать его частью? Это непросто. Я думаю, на это ответит наш барабанщик Михаил Протасов. Там просто существует определенный обряд инициации, вхождение как-то в «Бархатное подполье». Так можно почитать все на сайте, можно там какие-то группы найти наши в интернете и зарегистрироваться. Но это очень просто, это первая ступень. А потом наступает более серьезная такая ступень погружения. И об этом вот наш Михаил Протасов, барабанщик, я думаю, сейчас расскажет. Не, ну, конечно, нужно работать над собой, над собой, над собой в первую очередь. Внешние проявления, которые вы можете встретить на «Бархатном подполье», это только небольшая часть из того, что нужно сделать с собой, чтобы туда попасть. Обязательно посмотрите фотографии, посмотрите костюмы, в которые там одеваются участники. Чтобы стать участником «Бархатного подполья», нужно превзойти всех, кто был до этого. То есть нужен такой костюм, который ничто из того, что раньше не затмит. Поэтому смотрите фотографии в социальных сетях, на сайте и так далее. Но это только малая часть из того, что надо сделать. Конечно же, костюмы — это внешние проявления, но более важное — это проявления внутренние. Обряд. Человек, который хочет попасть на «Бархатное подполье», он должен внутри себя стать достаточно «Бархатным человеком». Он должен изменить свою жизнь таким образом, чтобы она тоже соответствовала стилю «Бархатного подполья». Эротизм — это эстетика конец 19-го, начало 20-го века и более ранние периоды. То есть не только знать поэзию, знать обязательно художников ключевых, знать писателей, а жизнь самого человека должна соответствовать тому духу, который тогда происходил. Можно взять пример с «Оскара Уайлда», с какого-либо еще выдающегося деятеля того времени. И когда удастся приблизиться к этому, это, можно сказать, уже открывает вход в «Бархатное подполье». Ну, то есть все смотреть. А какие планы у группы? Может быть, вы работаете над какими-то еще новыми проектами? Что ждет впереди ваших фанатов? Ну, у нас сейчас начался такой принципиально иной период. Он связан с некоторыми изменениями в нашем мировоззрении, в нашей такой вот подкорке. Я бы назвал эти изменения, условно говоря, эту новую какую-то эпоху, время Сай-Бабы, я бы сказал так. Да, известный индийский мистик. То есть сейчас появилась такая песня, собственно, которая называется «Сай-Баба». И она существует в недрах бостонского Чайпити, но пока в электронной версии. И кто знает, может быть, вот как раз этот уклон в какую-то такую очень хитрую и абсолютно нетанцевальную электронику. Вот он будет следующим шагом. Два наших альбома, вышедших, в общем-то, за 15-летнюю историю группы, это «Шпионы Гламуры» и «Татуированная Роза», они, в общем-то, были как раз выдержаны в таком декаденско-богемном ключе. И поэтому группа стала во главе, собственно, целого движения «Бархатой подполя». Но сейчас, я считаю, что мы сделали на этом поприще очень многое, и можем себе позволить делать вообще все, что угодно. То есть, как бы, имя уже зарекомендовано, кто этого не понял, это не наши проблемы. И поэтому мы будем активно экспериментировать. Вот как считает, опять же, Михаил Протасов, если у группы больше двух поклонников, это вообще попса, и не надо стремиться к этому. Поэтому мы будем отчаянно экспериментировать, я думаю, в чем-то разочаруем наших былых поклонников, а новых в чем-то удивим. Так что ждите от нас удивлений. Друзья, сегодня мы были на юбилейном концерте группы «Бостонская чаепития». С вами был я, Влад, фэшн-концерт. Подписывайтесь, следите за последними новостями.